Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова. Не так давно в итальянских СМИ появилась информация о том, что главный тренер Джено Моран в ближайшее время попытается использовать связку Шамуродова и Скамаки в стартом составе Генуэзского клуба. В частности, в матче против Удинезе итальянские СМИ ждут именно этот тандем. Ну и мне, конечно, стало интересно, а что думают итальянские фанаты касательно данной ситуации? Верят ли они в то, что Шамуродов и Скамака станут новой основной связкой в Джено? Давайте изучим этот вопрос. Я зашел в Facebook, Twitter, на различные сайты и собрал здесь самые интересные комментарии касательно данной статьи и касательно данного возможного сочетания в атаке. Ну и сейчас я зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Советую вам ознакомиться с сайтом о футболе, с порталом daypass.ru. Вы найдете здесь все самые свежие новости про футбольный мир. Также вы можете посмотреть онлайн-ТВ-каналы с футбольными матчами. Причем совершенно бесплатно, без различных реклам от букмекеров и прочих всплывающих сообщений. На сайте нет рекламы вообще и сделано все для читателей. Также на сайте daypass идет акция. Добавляйте свои футбольные прогнозы на матчи и получайте за это денежное вознаграждение. Все подробности на сайте daypass.ru. Ссылка в описании. Стефания Оливейри написала. С Камака Шамородов. Интересная связка. Два мощных высоких форварда, способных забить головой. Думаю, это говорит о той тактике, которая будет использоваться в матче против Удинезе. Ну, что касается Шамородова, да, он достаточно высокий. С Камака еще мощнее. 195 сантиметров. Поэтому посмотрим. Возможно, действительно, здесь Дженуа попытается сыграть в силовой манере в два столба. Как-то не так говорить в таких ситуациях. Клаудио Бонами написала. С Камака это понятно. Четыре мяча в пяти встречах. Он хорош. А вот Шамородов пока не заслужил свой шанс. Пускай выходит со скамейки. Ну, посмотрим. Сальваторе Гератяно написала. Они совершенно не связаны и не сыграны друг с другом. Оба только-только пришли в команду и ни разу не играли вместе. Один менял другого. И вообще, мне кажется, что они не подходят друг к другу по стилю. Странное решение от тренерского штаба. Ну, посмотрим. На самом деле, получается, что они вместе не играли, но были тренировки, двухсторонние матчи внутри коллектива. Поэтому, наверное, есть какое-то взаимопонимание между футболистами. А так, на поле в официальном матче с Камакой Шамородов не играли. Однажды с Камака вышел вместо Шамородова, по-моему, по ходу матча против Вероны. И Лайо Филипоцци написал. Сейчас, когда у Морана наконец-то есть выбор нападающих, он точно не станет выпускать в основе Шамородова, который только отправился от травмы. Ну, травма действительно помешала Шамородову заиграть в Джену, но, возможно, он как раз сейчас и готов играть на 100% и как раз восстановился. Посмотрим. Стефано Ортелани написал. Два однотипных нападающих в основе. Что Моран пытается сказать нам этим? Ну, это намек на то, что футболисты рослые, мощные и во многом похожи. Эмилио Коррака написал. Все верно. Нужно использовать свежих игроков. Пора обновлять нашу атаку, которая играет плохо. Массимо Рузаин. Шамородов выйдет. Отбегает 60 минут впустую и снова получит травму. Вот увидите. Можете на это даже деньги поставить. Этот игрок, увы, ошибка нашей команды. Ну, будем надеяться, что Эльдор выступит посильнее. Ну, и Джампао Анселми написал. Если Шамородов будет готов сыграть после травмы, пускай выходит. Будет интересно посмотреть на него вместе со скамаккой. Ну, что ж. Действительно будет интересно посмотреть на эту связку. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.